МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Идет интересное задание для девчонок, моих сегодняшних соведущих. Это Альяны и Аделины. Ну что, Инга, во-первых, я поздравляю вас с сегодняшним праздником, с Международным днем Логопеда. Спасибо. Да, желаю, чтобы, во-первых, здоровья, да, конечно же, прилежных учеников и отличных результатов у этих учеников, чтобы они добивались уже в конце. Спасибо огромное. Мне тоже, конечно, хотелось бы поздравить всех коллег с этим замечательным праздником, потому что мы помогаем исправлять речь детей. Я думаю, что это благое дело, и в будущем, в будущем этой профессии очень широко, и главное, чтобы наши ребята нас радовали красивой и хорошей речью. Да, и достигали отличных результатов. С вами совершенно согласна. Я предлагаю начать наше интервью, ведь вопросов очень много с заданий. Я знаю то, что вот уже даже лежат карандаши, листки бумаги, что вы для девчонок приготовили интересные задания. Что это будут за задания? Расскажите. Сегодня мы с ними сначала порисуем. Я посмотрю, как они держат карандаш, как они умеют отгадывать загадки. Потом мы с ними сделаем артикуляционную гимнастику, поработаем над голосом, над правильным речевым дыханием. У нас будут очень интересные задания, и поиграем в такую игру, которая называется «Новогодний крокодил». Ну что, девчонки, готовы? Да. Не слышу, готовы? Да! Тогда давайте приступим к заданию номер один. Задание номер один. Слушайте внимательно. На красных ногах кричит Гага. Воды боится. Что это за птица? Аэс. Кричит Гага. Кто у нас кричит? Гусь. Молодец! Ребятки, вам нужно раскрасить эти картинки и нарисовать гуся, а потом определить, какой первый звук вы слышите в слове «гусь». Г. Отлично! Молодец! Рисуем. Давайте, девчонки, приступаем, а мы тоже, Инга, вместе с вами, приступаем отвечать, конечно же, на волнующие вопросы. Ну что, вот профессия логопед. Логопед есть, а также дефектолог, вот, да, например. Расскажите, пожалуйста, что это за профессия именно логопед, чем он отличается от дефектолога и в каком случае нужно обращаться родителям? Вот, смотрите, такое широкое представление у родителей логопед – это только про звуки. На самом деле, в настоящее время это не просто про звуки, это мультидисциплинарный подход к профессии. Современный логопед должен владеть знаниями психологии, нейропсихологии, основами высшей нервной деятельности. И в настоящее время, частый вопрос от родителей, в каком возрасте нужно обращаться к логопеду. На мой взгляд, логопед должен уже быть в команде специалистов после рождения ребёнка, потому что нарушения можно увидеть сразу же, с момента рождения. И консультировать родителей, расставить основные красные флажки, когда нужно и чем заниматься. Отлично. То есть, обязательно родителям нужно отвезти своего ребёнка к специалисту, к логопеду, точно так же, как и, например, к педиатру. Совершенно верно. То есть, это обязательный поход. Однозначно. А вот могут ли родители самостоятельно определить, нужен ли ребёнку логопед? Конечно. Прежде всего, вспоминаем развитие ребёнка от рождения до года. Если у вашего ребёнка в 2-3 месяца нет гуления, такого гуканья, да, все мы знаем, все мы мамы, в 4 месяца нет комплекса оживления, ребёнок в 5 месяцев не фиксирует взгляд, в 6 месяцев не появляется индуцированный лепет, или в процессе моторного развития ребёнка от рождения до года он пропускал ползание, многие думают, что вот он у нас не ползал, он сразу же сел. То есть, моторное развитие ребёнка должно быть всё вовремя и в определённом порядке. То есть, если вы видите, что у вашего ребёнка отсутствует какой-либо параметр, в обязательном порядке нужно проконсультироваться, начиная с педиатра и заканчивая логопедом. А вот скажите, пожалуйста, вот если уже во взрослом состоянии, да, если ребёнок общается, ну, со своими сверстниками, у которых всё отлично с дикцией, с произношением, да, может ли он тоже исправить это, то есть автоматически, может ли его речь тоже выработаться? Ну, если самоконтроль у ребёнка и мотивация, безусловно, но если нет, знаете, таких анатомических проблем в области рта, такие как укороченная подъязычная связка, да, аденоиды часто дают нам ртовое дыхание, и мы слышим вот такую, знаете, кашу во рту, нету таких нарушений, как дезорты или ещё что-либо, тогда вполне возможно. Но если есть какие-то такие, знаете, факторы, которые мешают нам физически, то тогда, конечно, лучше обратиться к специалисту, и специалист поможет. Да, потому что есть очень много различных случаев, да, когда ребёнок в детстве, например, не выговаривает какие-то буквы, звуки, а потом уже во взрослом состоянии, уже когда прошёл начальную школу, как-то у него это, ну, само собой происходит, потому что вот действительно даже у моих знакомых, да, никуда не водили ребёнка, но потом с возрастом у него это автоматически выработалось. Если, я говорю, нет никакой органической патологии, то почему нет? То это всё вполне возможно, отлично. Инга Версис, руководитель Центра развития речи Огоспич, у нас сегодня в гостях, и, конечно же, отвечаем на вопросы, касаемо развития речи у ребёнка. Ну что, девчонки, получается у вас? Да. Где ваш гусь? Нашли гуся? Нет. А вы должны его нарисовать. Да, поэтому... Где гусь? Вам необходимо, девочки, Альяна и Аделина, нарисовать самостоятельно гуся. Все помнят, как выглядит гусь? Да. Отлично, тогда давайте будем рисовать. Вот, Инга, расскажите, вот ваш Центр развития речи Логоспич, вообще, с какими проблемами работают ваши специалисты, какие есть у вас специалисты, давайте поделимся с нашими телезрителями. И, кстати, номер телефона и адрес сейчас тоже увидим мы на экране, поэтому записываем, ну и запоминаем. На самом деле к нам обращаются родители с различной речевой патологией. Мы работаем как просто со звуконарушением, такие нарушения, как дислалия или фонетико-фономатическое недоразвитие, общее недоразвитие речи, так и со сложными случаями. То есть это и дезортрия, и все виды аллалии, заикания, ринололи. Я могу перечислять много. Да, понятен, но главное дать еще расшифровку этим терминам. Дать еще расшифровку. То есть любая речевая патология, мы сможем оказать помощь как маленьким нашим детишкам, так и взрослым людям. К нам взрослые люди тоже обращаются. Также мы работаем с ребятишками со сложной структурой дефекта. То есть детишки с аутистическим спектром к нам приходят, детишки с задержкой психоречевого развития, безречевые дети. То есть спектр на самом деле очень широкий. Нарушений, которыми мы помогаем. В нашем центре есть специалисты-логопеды-дефектологи, есть нейропсихолог, есть психолог, есть специалист по адаптивной физической культуре и специалист по сенсорной интеграции и музыкальный терапевт. Классно. В общем, все специалисты в центре логоспич. Есть, да. Мы постарались собрать те методики, которые наиболее эффективны в помощи профилактики и коррекции речевых нарушений. Отлично. Но вот в ваш центр можно, логоспич, также прийти просто для общего развития ребенка, да? Как раз, чтобы он занимался, развивался. Вот по каким направлениям? Вот смотрите. Ну, в основном, конечно, это речь, речевое нарушение, все, что связано с речью. Но я здесь, знаете, о чем хочу сказать? Что не нужно запускать, лучше заняться пропедевтикой. У нас есть такое направление, как мама плюс малыш. То есть уже ребята в возрасте двух, двух с половиной лет могут прийти на занятия у нас вместе с мамой. Сейчас, Альян, пусть упали, давай. Остальные нехорошо мы рисуем карандашами? Приходят на занятия вместе с мамой, и мы учим и разъясняем маме, на что обратить внимание, как заниматься с ребенком, играть. Не заниматься, неправильное слово. Как с ребенком играть, на что обратить внимание. Мы консультируем по поводу правильных игрушек, которые должны быть у ребенка, развивающие игрушки. И дружим потом с этими родителями. Если есть какие-то проблемы, помогаем до школы. И в школьном периоде, если нет, то счастливо расстаемся. Да. А скажите, много занимаются у вас ребята? Да, достаточно. У вас и индивидуальные, и групповые, да? В основном индивидуальная работа. Ну да, потому что вся информация, конечно, лучше всего усваивается, когда работают с ребенком один на один. Да. И еще такой момент есть, что все нарушения недостаточно. Каждый ребенок уникален. И к каждому ребенку мы пытаемся найти свой индивидуальный личностный подход. Отлично. Центр развития речи, его госпитч, у нас сегодня в гостях. Инга Вирсис, руководитель этого центра. Вот, Инга, расскажите, есть такие понятия, как дисграфия и дислекция, да? Расскажите, что это за, во-первых, термины, да? Они очень сейчас распространены, очень часто встречаются. Что это за проблемы такие? Вот, смотрите, я логопед, который работает уже более 20 лет. И еще лет, наверное, 10 назад, да, не было такого вообще понятия, как дети безречевые. Было очень мало детей, которые не говорили. В настоящее время, последние, наверное, лет 10, у меня 80% этих детей, которые приходят ко мне с отсутствием речи. То есть медицина не стоит на месте. Мы выхаживаем 250-граммовых детей, да? Оказываем помощь детям. Но, тем не менее, и увеличилось количество детей, которые сначала не говорили, вроде бы они заговорили, но 50% скорректировались в норму, а 50% как раз вот уходят в дисграфике и в дислексике. Хотя не только это такие дети. Дисграфия и дислексия. Дислексия – это нарушение чтения, а дисграфия – это нарушение письма. То есть у ребенка не просто нарушение, а это специфические стойкие ошибки на письме и при овладевании чтением. Как правило, мы диагностируем дисграфию ко второму классу. То есть потому что если на этапе освоения письма ребенок зеркалит буквы, это еще не страшно, потому что, ну да, все мы учимся, все мы ошибаемся. Но если уже во втором классе мы выявляем стойкие нарушения зеркального письма, похожие буквы по написанию, допустим, Б и Д, он хвостик вверх, хвостик вниз, допустим, Т на П заменяет Ш на И, ну и я могу много перечислять, то тогда стоит обратиться к специалисту, потому что раньше такие детишки уходили в двоечнике. То есть вот, ну, не видит, не понимает. В настоящий момент мы можем понять проблему этого ребенка и решить ее. Да, самое главное решить. Здорово. Так, ну что, у девчонок я уже вижу то, что рисунки-то уже почти готовы. Вот гусей я уже вижу в кадре. Молодцы. Адельина, Альяна, давайте покажем наши рисунки телезрителям, что же у вас получилось. Идемте, давайте, показываем. Берем рис, рисуночки. Адельина, идем, давай, поднимай, Альяна. Мяса нет. Ну, все равно, вот, я вижу, что у Альяны гуси есть. Я вижу, что у Альяны гуси есть, да. Все замечательно. Вот такой рисунок. Давай вот так прям перевернем и покажем. Давайте переворачиваем вот так вот к нашим телезрителям. Так, другой стороной. Вот так. Я вижу, что гусь у нас получился у Альяны. Где твой гусь? Альяна, давай, покажи, где твой гусь? Вот гусь. И у Аделины. Отлично. А мы продолжаем сейчас с девчонками рисовать, а потом будем выполнять интересные задания. От Инги Вирсус, руководителя Центра развития речи Логоспич. А за время такого небольшого сюжета мы сделали перестановочку у нашей студии. Ведь наш сегодняшний эфир посвящен развитию речи. И девчонки Альяна и Аделина уже готовы к выполнению заданий от Инги Вирсус, руководителя Центра развития речи Логоспич. Ну что, Инга, расскажите, пожалуйста, что же мы будем делать вместе с девчонками. Девчонки, вы же готовы? Готовы? Девчонки, смотрите, к вам пришла квака. Вы вместе с ней будете делать артикуляционную гимнастику. Квака любит улыбаться, рот у кваки до ушей, хоть завязочки пришей. Будем вместе с квакой делать упражнение? Да. Первое упражнение, которое она вам дает, нужно собрать салфетку в кулачок. Взяли салфеточки в кулачок, мы, наши ведущие, тоже дадим такую же салфеточку. Смотрите, берем салфетку, наша задача собрать салфетку одним движением в кулачок. Одной рукой, да? Одной рукой, не помогать, второй рукой, держим пальчиками. Девчонки, взяли в одну руку и вот так вот, давайте, за краешек взяли вот так нашу салфеточку. Вот так. И начинаем, пока я читаю стихотворение. У меня живет проглот, весь платок он скушал, вот, стало пузо у проглота, точно как у бегемота. Получилось? Получилось, девчонки, получилось. Давайте покажем свои кулачки, в которых у нас пряталась наша салфеточка. Точнее, у проглота. У проглота, все, отлично. Следующее упражнение, которое мы будем делать с квакой. Смотрите, квака вам раздает баранки. Будем протирать салфетками руки? Конечно, давайте, девчонки. Давайте, квака помогает. Вытирайте ручки салфетками, держите. Ведь, девчонки, скажите, когда вы садитесь кушать, ручки моем? Да. Вот, обязательно нужно мыть руки перед приемом пищи. И сейчас тоже... Молодцы. Мы проделаем такую процедуру. Протрем вважными салфетками, ведь будем работать мы с сушками. А сушки любите? А у меня дома есть вважная салфетка. Тоже есть? Тоже есть? Замечательно. Я думаю, что это необходимая вещь в каждом доме. Давайте, кладите мне на ручку свои салфеточки. Давайте, я их убираю. Все. А теперь берите по одной сушке. Взяли. Вытеснуем. А я буду смотреть. Посмотрите, хорошо. Итак, посмотрели на сушку. Смотрите, квак облизывает сушечку язычком по кругу. И вы также. Давайте своим язычком. Поехали. Облизываем сушку, держим сушку и облизываем. Полностью по кругу. Молодцы, умнички. А сможете повесить сушку на кончик языка? Вот это интересно. А мы будем смотреть. Классно. И самое главное, не сушить. Умнички. Потом съедите все, кладите. Так. Молодцы. Квака за вами наблюдает. Сейчас квака раздаст вам мячи. Держите. Альяна. Аделина. И у кваки есть мяч. Вместе встаем. Поднимаем ручку вверх вместе с мячиком. И стучим, и поем. Поем, поем, поем. Поменяли руки. Взяли мячик. Опять подняли и стучим. Молодцы. А теперь где у нас правая рука? Взяли мячик в правую руку. Подняли наверх. Правая рука. Где правая? Молодец. Где правая рука? Отлично. Все. Теперь смотрите. Задание такое. Мы кладем мяч в левую руку, а язычок у нас двигается вправо. Вот это да. Поменяли? Это очень сложно. Здесь работает и правая, и левая у нас полушария. У девчонок получается? Да. Вижу, что получается. А теперь пощелкали, как лошадки. Остановили лошадок. Набрали воздуха. Следующее упражнение. Отдохнули. Правая рука. Где правая рука? Правая рука. Молодцы. Наверх. Левая рука внизу. Открыли рот. Язык внизу. Мяч перекладываем вниз, язык поднимаем наверх. Вот такие артисты у нас, девчонки. Молодцы. Какое представление настоящее. Это, кстати, очень сложное упражнение. Здесь задействованы абсолютно все функции нашего мозга. Умнички. А теперь взяли кулачки. Собрали кулачки. Мячи отдаем. Мячи. Так, давай, Делит. Мячик отдаем. Взяли кулачки. Открыли рот. Поем А. И трясем кулачками. Молодцы. Умнички. Следующее задание. Ребятки, какой у нас скоро праздник? Международный праздник. Кого? Благопедов скажи. Но этот праздник у нас сегодня. А вот смотрите, я вам немножечко помогу. В этот день мы доряжаем елку. к нам приходит Дед Мороз и приносит подарки. Как называется этот праздник? Новый! Новый год! Правильно! Молодцы! Мы с вами будем играть в новогодний крокодил. Это упражнение для развития слухового внимания. Это так, для родителей, да? Смотрите, я вам буду говорить слова, а вы должны мне назвать только то слово, которое относится к Новому году. Кто первый называет это слово, тот получает карточку. У кого больше карточек, тот у нас победил. Договорились? Да. Слушайте внимательно. Ворс, слово, индекс, Рождество. Дед Мороз. А какое слово относится к Новому году? Рождество. Рождество. Вы не угадали, моя карточка. Следующий. Календарь. Календарь. Слушайте. Леопард. Фейерверк. Человек. Какое слово относится к Новому году? Пи-пи-пи-пи-пи-пи. Для Нового года. Для Нового года. Мишура, знаете, что такое? Да. Это все наши... Это все наши... Украшения для елок. Украшения для елок. Держи. Вот такое интересное задание. Действительно, эта игра у нас бесконечная. Можно играть очень долго и очень подходит для новогоднего праздника вместе со своими ребятами. Инга Виршис была у нас сегодня в гостях, руководитель Центра развития речи Лого Спич. И, конечно же, вот такие очаровательные девчонки помогали нам сегодня выполнять эти задания. Инга, спасибо большое, что пришли, рассказали. Ответили на вопросы родители, ответили на вопросы телезрители. Ведь, действительно, за речью ребенка нужно следить с самого детства. И тогда уже во взрослом состоянии у него не будет абсолютно никаких проблем. И будет красиво, грамотно и четко говорить. И это самое главное. Инга. Спасибо, что пригласили. И, конечно же, с праздником. Спасибо. И ждем в гости вас еще. Субтитры подогнал «Симон»!